Атава-Ихсан представляет Переселение в Ясриб Натиск язычников усиливался. Они не прекращали нападки на мусульман. Жить в Мекке для мусульман было сродни пытке. Они изнывали от невежества, оскорблений и нападений язычников. И случилось так, что мусульмане не выдержали и явились к пророку. Они пожаловались, что не могут более выдерживать выходки язычников и хотят переселиться в Ясриб. Пророк был человек рассудительный. Разумеется, переселение в Ясриб стало бы очень хорошим выходом из создавшегося положения. Но на подобный исход не было никаких указаний Всевышнего. И пророк поведал об этом мусульманам. Надо было ждать указаний. По прошествии нескольких дней пророк собрал мусульман и радостно сообщил им. «Мне было указано место, куда вы должны будете переселиться. Я увидел, что это город, окруженный финиковыми пальмами. Кто желает уехать из Мекки, пусть переселится туда. Ступайте, объединяйтесь вместе с ясрибскими мусульманами». Всевышний объявил их братьями вам. Обрадовались мусульмане. Наконец-то они смогут поклоняться Аллаху в безопасности. Наконец-то жизнь мусульман будет счастливой. В строгой тайне они стали готовиться к переселению. Пророк напомнил им об осторожности. Чтобы не привлечь внимание язычников, Мекку следовало покидать небольшими группами. Спустя несколько дней язычники поняли, что мусульмане покидают Мекку и пустились вслед за ними. Тех, кого им удавалось поймать, они возвращали назад, не давая уехать. Искали своих родственников, некоторых пытались заключить под стражу. Чтобы воспрепятствовать переезду мусульман в ясриб, язычники прибегали к немыслимым уловкам. Однако, несмотря на все их действия, мусульмане от идеи переселения не отказались. Преодолевая сопротивление язычников, они продолжали путь. Помощь Аллаха всегда была с ними. Начинался новый день. Солнце ислама всходило над ясрибом, будущей Мединой, потому что после приезда посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, в ясриб город стали называть Мадинад-Ан-Наби, город пророка. И мусульмане шли вслед за лучами этого солнца. В Мекке оставалось все меньше людей. Двери мусульман были заперты. Мусульмане уходили в ясриб, где дети могли бы счастливо играть, а родители счастливо жить. В сердцах своих они несли радость, а глаза их были исполнены надежды. Дети ясриба ждали своих сверстников из Мекки, ждали и самого пророка. Клич Умара В то время, как все мусульмане переселялись в ясриб тайно, один из них решил выступить открыто и смело. Он не боялся никого, а язычников и подавно. Это был Умар. Тот самый смелый, сильный, правдивый Умар. Он тоже собирался покинуть Мекку. С мечом в ножнах он семь раз обошел Каабу. Язычники ничего не могли поделать против этого, ведь они Умара боялись. «Послушайте», — кричал Умар, «чтобы защитить свою религию, я вынужден переехать в ясриб. Кто хочет помешать моим планам, пусть выйдет». Язычники молчали. Они прекрасно понимали, что с ними произойдет, если они хоть заикнутся против. Получив разрешение пророка, Умар вместе с двадцатью мусульманами покинул Мекку. Язычники не рискнули их догонять. Спустя какое-то время практически все мусульмане покинули город. В Мекке оставались лишь пророк со своей семьей, его близкий друг Абу-Бакр, двоюродный брат Али, нищие, больные и заключенные. Аллах дал добро на переселение мусульманам, но для Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, такого приглашения пока не было. И он ждал его. Тайные козни. В Мекку из Ясриба доносились вести, что мусульман там встречали с большим почтением. Мединские мусульмане испытывали к своим мекканским единоверствам братские чувства и принимали их с большими почестями. И вести об этом, долетавшие до Мекки, злили язычников, которые прекрасно понимали, что в один прекрасный день и пророк отправится в Ясриб. От этой мысли язычникам становилось дурно. И вот опять собрались главные язычники все вместе. Было их около ста человек. Они хотели строго наказать пророка и спорили о том, как это сделать. «Предлагаю заковать его в цепи и заключить в темницу», предложил один из язычников. «Нет», — ответили другие, «если мы заключим его в темницу, ясрибцы вскоре узнают об этом и пойдут на нас войной и возьмут его у нас силой. Придумайте что-нибудь другое. Предлагаю выдворить его из Мекки. Пусть идет, куда глаза глядят», — предложил другой. «Вы что, забыли о его красноречии?» — заметил один хитрый старик. «Ужон-то не упустит возможности завлечь всех своим красным словцом в свою веру. Нет, надо придумать что-то другое». «Я придумал такое, о чем никто из вас и подумать не мог», — сказал Абу-Джахль. «Что же ты такое придумал?» — заинтересовались все. «У нас нет другого выхода, как убить его», — воскликнул Абу-Джахль. «Выберем самых сильных от каждой группы, вооружим их острыми мечами. И пусть они все одновременно вонзят эти мечи в Мухаммада. Так мы покончим с ним. И никому не будет ведомо, кто же на самом деле является его убийцей. Ну а мы, сообща, отдадим выкуп, то есть кровные деньги, и делу конец». «Вот это самая верная мысль», — заметил старик. «Лучше не придумаешь». Все приняли предложение Абу-Джахля. На темных лицах заковорщиков заиграла злорадная улыбка. «Они собирались умертвить нашего пророка». Продолжение следует. Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Мир, милость и благословение Аллаха всем нам! Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok